Приветствую всех подписчиков канала Фарнак Скилл. Я вновь на стенде компании Кокамин в Москве на выставке Салон Камина 2020. И рядом со мной Олег, который подробно нам расскажет о революционной новинке для компании Кокамин. Посмотрим, насколько она станет знаковой. Но уже сейчас, потому что вы увидите, и то, что увидел я, можно судить о том, что это серьезная заявка на большое будущее. Давайте узнаем подробнее о банной чугунной печи «Медведь» от компании Кокамин. Ну, Олег, вам слово. Чугунная банная печь. Значит, какие у нее характеристики? Печь рассчитана на объем парной от 18 до 30 кубических метров. Цельно летает чугунная топка, которая состоит из высокого дымосборника, в котором находятся два рассекателя пламени. То есть, получается, у вас двухоборотный проход пламени внутри топки. Первый рассекатель под наклоном, который изготовлен уже под наклоном, он располагается внизу, рассекает пламя. А второй рассекатель стоит выше. У нас получается двухоборотный вход внутри топки. То есть, в нижней части установлен широкий, правильно понимаю? Да, только в нижней части. А узкий находится? Находится в самом дымосборнике и поворачивает пламя еще раз внутри. Большие ребра-конвекторы, которые находятся на самом дымосборнике, дают дополнительный прогрев. Получаются такие дополнительные ячейки для прогрева конвектора. Внутри топки находятся ребра, которые снимают температурную нагрузку. Они у нас широкие и толщиной где-то около сантиметра они выступают. Это ребра, которые снимают температурную нагрузку именно с топки. То есть, надают топке играть. Снаружи получаются ребра конвектора и самой топки бесполучие. Шириной 2,5 сантиметра. Музкие, не дают камню примыкать плотно к топке, к корпусу топки. За счет этого происходит конвекция. Перегрев, то есть топка не перегревается. За счет конвекции все это дело остывает, а это традиционно главное. Для того, чтобы печь прослужила долго, нужно просто соблюдать определенные правила. Не вплотную прикладывать камни к топке, а оставлять зазор, для того, чтобы воздух проходил. Не просто его остужал топку, но тем самым конвекционным способом нагревал помещение. Я абсолютно правильно говорю. Для этого было увеличено это ребра, чтобы максимально убрать камни и создать небольшие конвекции. Значит, что здесь еще у нас есть интересная такая штучка, наша разработка. Это называется паровая пушка с парогенератором. Что она делает? Когда вы подаете воду, вода поступает в емкость. Здесь она закипает, клапан закрывается. И уже пара подается по специальному трубопроводу вдоль всего корпуса дымосборника с двух сторон. И уходит уже нагретый пар. Здесь в этом отверстии, да? Места разогретые, где у вас разогретый камень до более высокой температуры. Получается мелко дисперстный пар. Я правильно понимаю, что все элементы, которые участвуют в парообразовании, сделаны из нержавейки? Да. То есть сам вот корпус получается парообразователя? Ну, за исключением заливной горловины, наверное. Горловина тоже из нержавейки. Просто окрашена? Мы его красили. В дальнейшем, скорее всего, будет покрываться гальваникой. Можем делать разные цвета по гальванике. Ух ты, как интересно. Ну и трубки, конечно, тоже трубки нержавеющие. Еще есть одна здесь особенность. То есть у меня особенность вот такая наша придумка. Здесь на краях трубки, на концах, на торцах трубки еще есть... Это наглушки, которые выкручиваем. То есть это сделано для чего? Во-первых, если что-то заглется, накид или что-то еще можно прочистить. Дополнительно, некоторые устанавливают в эти трубки дроп или что-то такое, мелкую нержавеющую галечку или что-то еще в этом роде. Ну, я считаю, что это лишнее. Чтобы увеличить парообразование? Да, чтобы увеличить парообразование. Ну, я считаю, что это лишнее. В принципе, если так будет, чтобы хорошо работать. Но здесь еще можно подключить такие, как бы сказать, вещи, как запарник для ароматерапии. Он тоже у вас в ассортименте будет? Да, будет в ассортименте. Здесь на выставке его не представили. Но это новинка сама по себе уже будет. Да, принцип очень простой. То же самое, ножавеющий гофрап отключается. С права ли с твоей стороны устанавливается фитоконтейнер, который вешается на стыль. Туда закладываются какие-то травы, которые необходимы. Открывается и этот корпус дается вену. Круто печи. Все налетает. То есть корпус печи полностью вылетает. Ну, отдельно надевается коллектор-домосборник, наверное, да, только? Или он тоже? Да, ничего себе. Смотрите, друзья, это очень необычное решение. Ну, во-первых, сразу скажу, что компания Кокамин пошла по не самому простому пути при создании топки, собственной топки. Ну, во-первых, цельнолитая. Это просто невероятно огромная топка. И в ней есть еще такой элемент, который значительно повышает эффективность печи. Как коллектор-домосборник. То есть он, по сути, дает второй оборот пламени. Даже не пламени уже, а остывающих дымовых газов, которые отдают камням всю свою температуру. То есть за счет этого, во-первых, выход дымовых газов уменьшается. То есть пожаробезопасность у нас становится лучше. Лучше нагревается каменная закладка. Она нагревается еще за счет этих ребер. То же самое решение, я думаю, что интересно. Потому что температура передается с трех сторон. Цельнолитой корпус мы тоже считаем, что это немаловажно. Потому что когда цельнолитой изделие, передача температуры по всему изделию происходит более равномерно, чем изделие, которое имеет сборную конструкцию. Длина полейника, вот это, смотрите, 50 сантиметров. То есть вы изначально рассчитывали на некое такое применение для больших парилок. Ну и печь, прям, мягко говоря, немаленькая. Печь немаленькая, поэтому она называется «Медведь». В серии вообще этих печей будут в дальнейшем расширяться. И мы хотели создать печень, хорошую, добротную печь для русской байки. Чтобы она была удобной в эксплуатации, чтобы она была достаточно эффективной, чтобы она служила долгие годы. Здесь еще много новинок, вернее, много таких. Да, я как раз хотел попросить рассказать о кожухе печи. Да, кожух печи специально сделан усиленным, да, крепятся всего на четыре болта, которые находятся. И в баках. Это для удобства транспортировки, для удобства установки. Крытия четыре болта, ну, значит, как делать. Снимается, завозит их в парню и спокойный стол. Здесь вот тоже такой некий элемент ковки сделали. Ну, это один из дизайнов, который мы сделали. Это модель PB1 у нас будет колонный кожух. Также дальше пойдут PB2, это будет закрытый каменка, который будет иметь короб закрытый каменки. Он будет выше по размеру. Вот, и будут модели еще, которые мы представим в ближайшее время. Конвенционные кожуха и кожух сетчатый еще другого исполнения. Такой, так сказать, европейский вариант, который будет смотреться очень оригинально. Ну, что ж, с нетерпением ждем. Я правильно понимаю, что предполагается еще масштабирование топки, но уже в меньшие размеры. Еще покажу один интересный точтозрительный вариант. Это съемный элемент, который... Ага, вот так. Снимается у нас вместе дверка. То есть это то же самое. Для удобства транспортировки, для удобства монтажа вы снимаете дымец. Сюда будет устанавливаться еще дополнительные элементы. Это удлинение топочного туннеля. То есть, предполагается, что дверца будет транспортироваться отдельным местом, ну, в составе общей упаковки, для того, чтобы она не повредилась при транспортировке на длинное расстояние. Тоже классно, да. Вот. И здесь представлена дверка небольшая, то есть это стандартная дверка. То же самое в дальнейшем будет у нас более большие двери панорамные. Догулировка идет, забыть нас принескать. Идет обдув стекла у нас здесь установлен, так как компания каминная. Да. Никак нельзя. Обдув стекла идет постоянно. И регулировка подачи кислорода тоже самое. То же самое. Спереди двери. Ну и, смотрите, длиннющий какой ящик зольника. Когда он кончится. Просто невероятных размеров ящик зольника. Ну и печь, конечно, тоже не маленькая. Но очень интересная и вполне симпатичная. Здесь сбоку стоит как дополнительная опция экономайзер, которую можно дополнительно прикупить и поставить на взгляд дымохода, защитив трубу. Ну что ж, дорогие друзья канала Fornax Film. Мы познакомились с очень интересной новинкой от компании ECOCAMIN. Немного подведу итог. Резюмируем, что сейчас есть чугунная топка, которая позволяет установить ее в печь мощностью, рассчитанную на парилке от 18 до 30 кубических метров. И при этом в этой печи есть встроенный парообразователь, паровая пушка. И предполагается, что появятся еще модификации с закрытой каменкой и модификации печей меньшего объема. Потому что, в принципе, наверное, самые популярные... Я просто добавлю, парообразователь ведет не в комплектации печи, а как отдельную опцию. А, ну то есть можно ее использовать вот в обычном базовом... Потому что даже здесь на выставке люди подходили и говорят, ну, мне он не нужен. Поэтому мы будем его поставлять как отдельную опцию, можно заказывать, можно мне. Так же дополнительные опции еще дают баки для нагрева воды, которые контурные бачки. Ну, еще там какие-то разработки, которые мы в дальнейшем покажем. То есть планы у компании Кокамин довольно серьезные. Ну что ж, будем следить за развитием линейки ванных печей «Медведь» от компании Кокамин. И скоро они появятся на сайте fornax.ru в нашем интернет-магазине. Следите за новостями, мы обязательно расскажем, как только они появятся в свободной продаже и как только на них будет озвучена актуальная цена. Ну что ж, до встречи! Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok